Музыка Стук швейной машинки, перебор пуговиц и звук режущих ножниц. С таким музыкальным сопровождением в руках Юрия и Сергея рождается новая интерьерная кукла. Для ее создания у мастера всегда находятся тысячи мелочей. Если кукла текстильная, в первую очередь ткань, естественно, машинка, нитки, иголки, все это понятно, такое расхожее. А потом начинается самое интересное. Там нужны всевозможные краски, кисти, карандаши, лаки даже для волос, которыми закрепляется лицо куклы. Используя технику грунтованный текстиль, мастер создает интерьерные игрушки, в которых каждая деталь сделана вручную. Терпению в жизни и в рукоделии научили бабушки. Одна была мастер по изготовлению шапок и всевозможных вещей из меха на Чукотке. Она приезжала даже на ВДНХ на выставку со своими работами. То есть с детства я вышивала бисером, я просила, чтобы меня научили шить, вязать, вышивать. Все это я умею. Не зря говорят, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Такая вещь хранит тепло, передает положительные эмоции и чувства, вложенные в нее. Куклы Юлии помогают ей совершать добрые поступки. Деньги от продажи она передает 3-му батальону 57-й отдельной стрелковой бригады, которая находится в зоне СВО. Там несет службу друг семьи. В соседнем подъезде у нас живет семья. Мы дружим с семьями, водили детей в один детский сад, познакомились здесь в мытищах. Мытищих мы живем 16 лет. Мы переехали из Москвы, и они переехали из Москвы. Можно сказать, что это наши родственники. Он работал тренером юношеской команды по велоориентированию, по ориентированию. Человек спорта, всю жизнь в спорте. Но служил он в армии в свое время, конечно. И когда пришло из СВО, он сказал, что я не могу, у меня трое сыновей, и я не могу остаться в стороне. Если я нужен, то я готов. По рассказам Юлии, они с мужем неоднократно посещали ЛНР и ДНР для передачи гуманитарной помощи. Каждая поездка не только оставляет в душе печальный след, но и дает силы для того, чтобы не сдаваться и дальше заниматься творчеством и создавать неповторимых персонажей. Вот эти куклы, они похожи, да? Этот мальчик, похожи девочке. Это все в одном определенном стиле сделано, да? Да, это в определенном стиле, да. А вот это жаба, или как правильно, жаб? Жаб, да. Это жаб-верцог. Это по мастер-классу Анастасии Голеневой сделана кукла. Это грунтованный текстиль техника. Все от парика до кожаных туфель сделано руками Юлии. В образе продумана каждая деталь, даже брошь сияет настоящими кристаллами. В этом стиле сделана и эта романтичная парочка, витающая в облаках. Для некоторых персонажей приходится шить не только одежду и обувь, но и мебель. Например, для бабушки-кошки со спицами пришлось сделать удобное кресло-качалку. В интерьере дома Юлии также встречаются вещи, сделанные ее руками. Например, на кухне по соседству с Бабой Егой стоят картины, вышитые бисером. На плите разделочные доски, которые она выпилила и декорировала сама. Когда в свое время я увидела мастер-класс по доскам, я загорелась. Я купила себе весь инструмент. У меня есть все на даче. Я пилила, строгала. То есть эта доска сделана полностью, выпилилана, обшкурена, обожжена. То есть вот эти вот фактуры сделаны. То есть это все сделано руками моими. Каждое утро Юлии начинается с чашки ароматного кофе, за которой она расписывает планы на ближайший день. В этот момент рождается новый образ куклы, способный придать особый шарм любому пространству.